Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Сегодня с вами говорим на такую базовую тему, как ранний женский климакс. Ранний женский климакс, друзья, ай-яй-яй, тема-то непростая и достаточно такая напрягательная. Ко мне в психотерапию приходили женщины уже после гинекологов, после эндокринологов, после кучи витамин, добавок. И что было важным, друзья? Было важным вот что. Если у женщины какое-то время было состояние, связанное с генетическими проблемами, с тревожными проблемами и с другими, то, соответственно, кризис становился все больше, больше и больше. И женский климакс напрямую связан со стрессом. Об этом никто не говорит. Да, генетически, если там бабушка, мама в раннем климаксе, это все интересно. Но также, друзья, была история, часто связанная со стрессом. У кого высокий уровень кортизола, у кого много того, что дергает в жизни, это все приводит к чему? К потере гормонального фона. И тут ты уж какой прогестерон, какой эстроген не включай в свою жизнь, пока ты не поймешь источник триггера, источник стресса. Это будет сильно, очень сильно влиять на твое состояние. И что хотелось отметить, если в жизни много таких моментов, которые влияют на ваше душевное, на ваше телесное состояние, то это все нужно убирать. Секс регулярный, плавание, бассейн, что хотите, это важно. Важны нутриенты, важны, важно питание, важно. А что самое важное для женщины, которая попала в климакс? Конечно, психотерапия. Потому что кто поймет, что у нее сейчас прилив? Кто поймет, что у нее сейчас опять ПМС? Кто поймет, никто не поймет. И даже она не всегда понимает, почему ее гипофиз так наказывает. И в эти моменты нужно действительно какой-то психологический способ снятия тревоги. Да, я переживу, да, я пойду побегу, я пойду еще больше что-то сделаю. Нет. Закрытие базы достойно того, чтобы вы себя чувствовали хорошо. И женский климакс полностью уходит, если есть закрытые дефициты микроэлементов, есть проработанность симптома, восприятие себя как женщины и отношение к жизни на позицию плюс. Ставьте плюс, вы на канале с Аленой. И, пожалуйста, жду вас в консультации. Спасибо.